Всем привет и добро пожаловать в Let's Play SimCity. Это первая серия и на самом деле это скорее Let's Play SimCity города будущего, потому что дополнение у меня уже есть, конечно же. И да, многие из вас просили, чтобы я сделала Let's Play для новичков, и я решила, что я могу это сделать в принципе, хотя я тоже не профессионал далеко, я просто играю для собственного удовольствия. Но я знаю многое, так что, конечно же. И прямо сейчас я буквально в шаге от того, чтобы начать игру, мне нужно выбрать сейчас город, где я начну играть. Это, кстати, самый сложный, наверное, регион из тех, которые появились недавно, с восьмым патчем. Здесь есть регионы, карта вернее, или города, вообще с отсутствующими ресурсами и водой даже, поэтому нам нужна будет академия в этом регионе. И тогда все будет замечательно, поэтому этот регион очень соответствует тематике дополнения. И здесь есть также фактически во всех других городах, не фактически во всех, наверное, если-ка один с большим количеством воды, может быть, кстати, это будет мой город. В других же воды очень мало, ну, по крайней мере, она есть, поэтому, может быть, это не будет проблемой. У некоторых также мало воды, но есть выход, например, к реке, поэтому, может быть, есть неистекаемый источник воды, и это совсем не будет проблемой. Кстати, здесь есть руда и нефть, которые нужны для Мега-Ко, это новая специализация. И также здесь есть место, золотая жила буквально, но зараженной радиацией. И, опять-таки, возможно, невозможно, точно понадобится академия, чтобы очистить это место, и тогда здесь будет замечательный, процветающий город, я думаю. Этот регион маленький, здесь его семь городов, каждый соединен с другими рельсами и дорогой, и есть один участок для крупного проекта, чуть позже расскажу, что это подробнее. Возможно, даже строить начнем. И сейчас я хочу выбрать... Я буду строить город будущего, поэтому я хочу выбрать сейчас участок, который подойдет для промышленного города будущего. Мне кажется, это будет логично, вполне построить промышленный для начала, потому что туристически у нас будет очень-очень мало туристов. Может быть, конечно, они будут прибывать из-за карты откуда-то, но их будет очень мало и недостаточно для того, чтобы туристический город не ушел в минус. Кстати, это игра о том, чтобы... Это городостроительный симулятор о том, чтобы... В принципе, смысл игры в том, чтобы поддержать доходность города, то есть в балансе все держать и все прочее. Что у нас здесь есть? Здесь, кстати, нет нефти, поэтому вряд ли я выберу этот город сейчас. Может быть, я буду строить его как... Вне летсплея, для того, чтобы просто поставлять воду другим городам. Хорошая идея. Здесь есть этот город с маленьким количеством воды, это Равнина, кстати. Я очень люблю строить первый город в регионе на Равнине, потому что очень много рабочих он может вместить. А это очень полезно бывает. И здесь нет выхода к реке, поэтому с водой может быть большая проблема. Большая-большая-большая проблема. Здесь может быть просто угол карты какой-нибудь залитый, где есть много воды и все, больше ничего не будет. И вода очень быстро закончится. Хотя здесь есть и уголь, и руда, и нефть. Но это нам не подойдет, скорее всего. А что здесь есть? Ничего. Отлично. Здесь тоже нет нефти. Здесь нет тоже ничего. Это радиация. И есть этот город Рио-Бланка, где нет, в принципе, других ресурсов, кроме руды и нефти, которые, скорее всего, будут полностью расходоваться омегой. Но ничего, мы будем много денег получать с омеги, скорее всего. Здесь мало воды, но здесь есть выход к реке. А это, во-первых, возможно, нестекаемый источник воды. И, возможно, да, конечно же, это доступ к реке в качестве путей для туристов и морских торговых путей. Может быть, мы все-таки будем продавать что-нибудь. Поэтому Рио-Бланка нам подойдет идеально. И начинаем играть здесь. Хотя это и не равнина. Здесь огромная скала посреди карты буквально может быть проблемой. Потому что карта может быстро закончиться, когда я начну строить. И места, мне кажется, достаточного. Хотя есть, конечно, мега-башни. Это еще одна специализация новая из городов будущего. Они нам помогут. Они нас всегда спасут. И здесь три въезда, кстати. Может быть, проблемы пробок здесь существовать в принципе не будет. И прямо сейчас нам нужно подсоединить город. Хотя не видно пока еще цель-то совсем. Но я знаю, что нужно сделать. Поэтому, да, нам нужно провести дорогу от шоссе. И тогда мы сможем получить доступ к воде, энергии и всему прочему, к зонированию. И начать строить уже. И я хочу сразу... Да, я, наверное, начну строить от этого шоссе. Я хочу прямую дорогу для начала. Чуть больше четырех тысяч, четыре с половиной достаточно будет. И я хочу сразу подсоединить это шоссе к этому. Может быть, это ошибка, конечно, большая. Это мой город умрет в трафике чуть позже, но может быть и нет. И я хочу посмотреть... Кстати, я поторопилась, наверное, с этим подсоединением, потому что я не знаю, где у меня ресурсы. Я уже пересекаю это. И есть еще одно здесь. Пятно руды. Очень много руды, кстати. Так что целых две возможности для строительства рудной шахты. Либо здесь, либо здесь, либо и здесь, и здесь. И где нефть? Нефть также здесь. Очень большое пятно и здесь есть. Поэтому я думаю, промышленная зона будет здесь. И... Возможно, здесь будет какая-нибудь учебная зона еще. Кстати, где дует ветер? Может быть, и не здесь будет промышленная зона. Ветер дует льда, так что однозначно здесь. Здесь загрязненный воздух не попадет к моим симам, никто не будет болеть. А здесь будет большая жилая коммерческая зона. Слышь, коммерческая, кстати. И да, где моя вода, кстати. Еще кое-что важное. Оу. Здесь гораздо больше воды, чем я могла предполагать, вообще-то. Чем было показано на этой индикации ресурсов. И да, здесь есть как раз-таки вода. Может быть, здесь будет неиссякаемый источник. Очень может быть. Поэтому хорошее место для строительства города. И я начну прямо сейчас. В принципе, я начну с воды, наверное. И да, я уже сказала, что у меня есть города будущего. Поэтому некоторые объекты помечены пиктограммой, шестиугольниками. Это означает, что этот объект из дополнения города будущего, прежде всего. Это объект для футуризации города. И некоторые объекты, кстати, из городов будущего лучше, чем аналогичные из базовой игры. И да, этот однозначно лучше. Куда больше воды производят, но и тратится денег куда больше на это. Ну, я думаю, чем больше воды, тем лучше. Здесь была лучшая точка. Да. Здесь. Ээээ. Ладно, пусть будет здесь. И да, кусок дороги превратился уже в дорогу будущего. Кстати, сразу информация об этом. Мы строили трубы прямо в дорожную инфраструктуру. Нужно будет беспокоиться об этом. Вы же мэр, бла-бла-бла. Да, в Сим Сити 5 не нужно прокладывать трубы, чтобы вода достигала домов жителей. Как это было в Сим Сити 4. Я играла немного, кстати. Замечательная игра. И я не хочу делать много перекрёстков, кстати. Сразу, начиная у въезда. Может быть... В принципе... Да. Будет... Кстати, у нас нет... Я говорила, что это чистый регион. Совершенно я здесь не играла. Поэтому здесь нет Министерства финансов. Это может быть большой-большой проблемой. Когда мне просто не будет хватать денег. 12 тысяч, наверное, на дорогу. Нехило. Но ничего. Я люблю тратить деньги на дороге. Это благое дело. Как-никак. И... Я думаю, прямо сейчас, прямо здесь, начнём располагать жилую зону. Не слишком близко к промышлению. Здесь, может быть, будет коммерческая чуть позже. Примерно так желая. Более чем достаточно пока что симов. И здесь не нужно. Убери свой дом, пожалуйста. Я уже вижу, что здесь появился первый дом. Два дома. Боже мой. Нам нужно здесь разместить коммерческую зону. Несколько рабочих мест. Содно появится. Дирижабль. У меня есть дополнение DLC. У нас не хватит денег, наверное, на строительство электростанции, кстати. У меня есть DLC-набор дирижаблей. Поэтому здесь есть дирижабли. Летает над нашим городом. И... Я могу, в принципе, взять бонд. 25 тысяч. Пока что. Пока у меня нет министерства финансов. Если у меня будет министерство, я смогу брать 50 и 100 тысяч. Так что... Сити-холл, если будет, я могу взять 50 тысяч. Если будет министерство, я могу взять 100. Отлично. И мы принимаем 25 тысяч, потому что нам нужно будет построить электростанцию, скорее всего, нефтяную, раз у нас есть нефть. И, кстати, нам нужно 7 промышленных зданий для того, чтобы разблокировать нефтяную скважину. Поэтому прямо сейчас начну строить. Еще раз. Где моя нефть? Моя нефть здесь. И сразу на третью скорость, потому что это лучшая скорость для игры. И где моя руда? Моя руда здесь. Поэтому можно где-нибудь здесь, в принципе, сделать шоссе небольшое. Хотя, в принципе, такого большого трафика уж нет. Однозначно. Покажу на паузу. Такого большого трафика нет, конечно же, в этой промышленной зоне. Поэтому... Но, может быть, здесь появится чуть позже. Здесь есть железная дорога. Может быть, здесь появятся... Здесь появятся торговые различные объекты. Хотя я не думаю, что мы будем что-то продавать. Где-нибудь... Не слишком близко к этой дороге. Потому что здесь будут пробки чуть позже. Обязательно. Примерно здесь... Пусть будет эта дорога. И мы можем пока что разместить здесь... В принципе, я могу сделать временно здесь промышленные здания. Несколько. Надеюсь, это хватит для семьи. Чтобы мы могли разместить нефтяную скважину и рудную шахту. Вроде бы там тоже нужно семь зданий. Да. И для Меги, я думаю, так же нужно. Да. Семь зданий так же. Пока что у нас только два. И нам нужна электроэнергия, кстати. Это стоит 27 тысяч. Мы не можем себе это позволить пока что. Мы не можем. Пока что будем довольствоваться ветровой электростанцией, наверное. Пока что это будет достаточно, более чем. По крайней мере, на таунхолл хватит. И это стоит сколько? Омега 37 тысяч. Замечательно. И 22 тысячи 500. И омега 30 тысяч. Ха-ха. Отлично. В таком случае мы копим деньги на это. Мы получаем деньги, кстати. Поэтому надеюсь, что не будет так долго. И таунхолл. Мне нравится помещать таунхолл на каком-нибудь главном шоссе. И мне кажется, здесь не очень плохое место будет для него. По крайней мере, таунхолл, кстати, улучшает стоимость земли. Немного совсем, конечно же. Голубое пятно небольшое появилось. И я не буду называть свой город. Потому что название замечательное. И здесь стоимость земли ухудшается, конечно же, из промышленных зданий. Кстати, их недостаточно. Их всего 5. Нам нужно 7. Для того, чтобы построить все остальное. И, по крайней мере, таунхолл поможет немного повысить стоимость земли. Здесь как раз для двух. Ха-ха. Я гений. И пока что я повышу налоги. Хотя я ненавижу повышать налоги, на самом деле. И, может быть, прямо сейчас разместить рудную шахту и начать продавать уже. У нас есть 30 тысяч. У нас нет ни рудной шахты, ни ничего. Для того, чтобы мы могли прямо сейчас начать развивать омега. Поэтому сначала нам нужна добыча и бурение. Подождем немного. Пока мы сможем. Отлично. И где моя нефть еще раз? Моя нефть здесь. Можно, в принципе, будет потом провести дорогу сюда, конечно же. И здесь начать добывать также. Ну, пока что. Я могу, в принципе, сюда разместить. Но нет. Это плохая идея. Это очень плохая идея. Я думаю, я продлю сейчас эту дорогу, которая находится здесь. Как раз-таки я пересеку пятнышко нефти. Не буду пока что соединять. Не хочу пробок. Да, отлично. И у нас есть нефтяная скважина теперь сюда. Потом мы сможем продлить, конечно же, это все. И у нас будет кое-больше нефти добываться. И пока что мы не будем ее продавать. Ничего такого. У нас нет денег сейчас. Даже на товарный склад, кстати. 10 тысяч. Так что Омега... И на Омега, это само собой у нас нет денег сейчас. Поэтому мы продолжим, наверное, строить сейчас жилые зоны. Кстати, мне не очень нравится это расположение. Именно вот такое. Шоссе. Я даже не знаю, как можно здесь построить что-либо. Наверное. Нам нужно будет... Ну, в принципе, сюда. Я думаю, нормально будет, если я продлю сюда дорогу. Хватит места для расширения таунхола, я надеюсь. И сюда. Ну, боже мой. И, кстати, я совсем не рекомендую делать огромное количество перекрестков. Потому что, если население увеличится, она, конечно, не... Она, конечно, обязательно увеличится. И, да. Город погрязнет в пробках просто, если будет огромное количество... Огромное количество... Перекрестков. Я говорю об этом, а я делаю огромное количество перекрестков сейчас. Это было криво. Это было очень криво сейчас. И у нас нет канализации. Боже мой, как я могла о ней забыть. Хорошо. У нас много денег для этого. По крайней мере, достаточно. Сюда. Здесь мы можем позволить себе загрязнить все. И у нас не будет Академии наук, скорее всего, в этом городе. Потому что очень уж мало места здесь для всего остального. Нам потребуется куча места для того, чтобы... Кстати, здесь можно потом разместить мегабашню будет. Вполне. Где моя сетка нормальная? Отлично. В таком случае сюда и сюда. Еще пару жилых зон. Здесь чуть позже, скорее всего, испарятся жилые зоны и жилые дома, которые здесь будут построены. Потому что таунхолл нам придется расширять в любом случае. И сюда немного коммерческих зон. Хотя они не совсем нам нужны даже. Нам нужны зато жители среднего достатка сейчас. Поэтому тысяча симов в нашем городе живет уже сейчас. Замечательно. Я думаю, прямо сейчас начнем сохранять, копить деньги для того, чтобы получить уже в конце концов достаточную сумму для строительства рудной шахты. А я хочу это сделать. Построить. И ее, я имею в виду. Вроде бы так нормально будет. Отлично. Я думаю, здесь будут потом коммерческие здания. И я не хочу слишком далеко прокладывать дорогу. Отлично. И да, нам нужны жители среднего достатка очень сильно. Поэтому нам нужны парки. Природные, я думаю. Кстати, да, есть новые парки. Основное стимулориум. Футуризируют ближайшие дома, магазины и заводы. Но, похоже, он не очень хорошо улучшает стоимость земли. Поэтому нам это не подходит. Нам нужны жители среднего достатка. И природные парки, наверное, будут лучше. Можно было бы, кстати, отделить здесь, небольшую дорогу проложить, отделить здесь, заполнить все парками. Отделить остальное, все остальное от промышленной зоны. Стандартные. Нет, я думаю, это будет слишком. Что это? Городской парк воздушных шаров. Когда это появилось? Я понятия не имею, на самом деле. Миллениум Плаза. Куда бы Миллениум Плаза подошел? Было бы замечательно, если я могла прямо сейчас снести эту... Кстати, я могу сюда разместить это. Нет, я так не думаю, что это будет хорошая идея. Куда-нибудь сюда. Отлично, это подходит. Да. Здесь. И у нас большая зона среднего достатка появилась уже сейчас. По крайней мере, не очень большая может быть, но... И да, футуризация у нас продолжается. Здесь, кстати, есть карта футуризации где-то. Да, у нас два футуризированных полностью здания. Футуристических, скорее. Это источники футуризации, на самом деле. И очень много футуризированных зданий уже сейчас. Они, кстати, выглядят замечательно, даже если это трейлеры. Этот город начинали по-настоящему выглядеть футуристическим. Небольшие... Небольшие шаттлы. И машины будущего у нас теперь также есть. Помечательно. И, наверное, кто-то нам хочет предложить деньги за футуризацию. Да, отлично. Мы можем это сделать, конечно же. И нам нужно сделать что для этого? Для того, чтобы получить тысячу с миллионов. Сейчас нам каждая копейка, это деньги. Нам нужно больше 36 футуризированных зданий иметь. Ха-ха. Это может быть проблемой, на самом деле. И что у нас с статистикой зон? Нам нужны по-прежнему жители с средним достатком. И нам нужны коммерческие зоны. Очень много коммерческих зон, кстати. Мы можем это сделать. Разместить несколько коммерческих зон. И заодно появится еще больше футуризированных зданий. Примерно так пока что будет достаточно. Нам пока недостаточно денег для строительства. Склад заполнен, конечно же. Хм. Можем, в принципе, разместить прямо сейчас. Можем, в принципе, разместить прямо сейчас. Да, конечно. А торговый склад, товарный склад, вернее. Хм. Чтобы хранить там нефть, по крайней мере. Добыча не прекращалась. Но это будет лишним. Я хочу сюда его куда-нибудь разместить. Потому что здесь как раз-таки въезд. А очень близко к въезду. Это хорошо размещать товарный склад. Поверьте мне. Кстати, можно здесь немного продлить дорогу. Примерно. Нет, я хочу прямую. Для начала. Примерно так. И... Вот так. Что-то вроде того. Хотя это не очень красиво. Совсем не красиво. Ай. Пусть здесь будет коммерческая зона. Мы можем себе это позволить, наверное. Раз уж мы расширяем жилую зону. Я уже говорила. Кажется, что очень важно соблюдать баланс в этой игре. Поэтому мы следим за этим. Нам нужно по-прежнему очень много жителей со средним достатком. Поэтому нам нужно работать над этим. И здесь еще немного коммерческая не повредит. Потому что нам по-прежнему нужна. Хотя и немного. У нас растет потребность в промышленной зоне, конечно же, за коммерческой теперь. Поэтому нам нужно расширяться сюда. Кстати, когда у нас появится наконец-то предприятие Омега. Можем прямо сейчас его построить, кстати. А когда она появится у нас наконец-то, мы сможем все эти здания под опеку Омега отправить. И тогда будет все замечательно. Что у нас? Я хочу сразу разместить рудную шахту. Здесь слишком близко к жилой зоне, поэтому... Нам нужна еще дорога, скорее всего. Я хочу провести дорогу сюда. Где моя сетка? Отлично. Сюда. Это будет достаточно. И куда-нибудь сюда рудную шахту. Хотя это и не слишком хорошее место на самом-то деле. Здесь было бы лучше разместить в сотню раз. Но, надеюсь, нам этого хватит. Если что, переместим подальше чуть-чуть. Хотя, знаете что? Я сделаю сейчас... Мне еще раз нужна моя карта руды. Я сделаю сейчас... Нечто, может быть, очень нехорошее. Но очень полезное для моего города. Нет, слишком далеко. Хотя, все замечательно. Отлично. И если у меня будет предприятие Омега, опять-таки, это еще один плюс. Омега может доставлять... У Омеги может быть особая... Это криво, кстати. У Омеги может быть особая пристройка, которая сможет добывать самостоятельно руду. Мне нужна будет больше рудная шахта. Если только продавать руду. Куда-нибудь сюда, может... Эх... В каком случае мы сможем выжить с этим как-нибудь. Нам нужна рудная шахта. Прямо сейчас. Сюда. 311 тонн. Отлично. Здесь лучшая точка была сейчас. Замечательно. Теперь мы, в принципе, можем подождать, пока у нас появится 30 тысяч, и начать уже строительство Омеги. Кто-то уже требует Омега. Омега Ко стремится к расширению, и Рио Бланк окажется идеальным городом для продажи Омега. 36 тысяч, я согласна, уже сейчас. Промышленность стучится в двери, требует Омега. Давайте построим завод и откроем его производство. Конечно же. Если мы поставим его заводом в достаточном количестве Омега, я так понимаю, мы сможем превратить их во франшизы и получать от них лицензионные платежи. Это самое, о чем я говорила, собственно. Это увеличит наш доход десятикратно, фактически. Но я думаю, строительство мы продолжим в следующей серии. Основа неплохая получилась, я думаю, уже в этой серии. Для первой серии мы очень много сделали. Я очень много сделала. Пока что я прощаюсь. Увидимся в следующей серии. Сим-Сити будет выходить по понедельникам и четвергам, скорее всего. Пока что я прощаюсь. Всем пока.